Сейчас мы попытаемся сохранить гамбургер и картошку фри из Макдональдса на целый год, полностью залив их эпоксидной смолой. Посмотрим, что из этого получится. Итак, в Макдональдсе мы купили и принесли домой пакетик со свежим гамбургером и ароматной картошкой. На этот запах сразу прибежал наш дегустатор. Куки, нельзя кушать гамбургер, это для эксперимента, можешь только понюхать. А запах у еды из Макдональдса, как всегда, на высоте. Они знают, как сделать так, чтобы потекли слюньки. Мы взяли обычный бургер с котлетой, помидором, зеленью и соусами. И будет интересно попробовать его на вкус через год. Для начала работы нам понадобится каркас для заливки, который мы будем делать из вот таких акриловых пласти... Эй, засранцы, вы что делаете? Офигеть, стоило мне только обернуться, как эти голодные арты съели половину бургера. Да вы прям команда мечты, я вам скажу. И что же теперь делать? Мы опять поехали в Макдональдс и взяли еще один бургер, но этих двух голодных заперли в комнате. Итак, нам понадобятся вот такие акриловые пластины толщиной в 2 миллиметра. У них ровные как стекло и прозрачные стенки, что позволит нам получить такие же ровные грани и визуально контролировать процесс заливки. Для начала нам надо замерить диаметр бургера. Он имеет примерно 10 сантиметров, но нужно взять с запасом и мы отмеряем счастливое число в 13 сантиметров. Переложив линейку к пластине, при помощи канцелярского ножа нужно сделать максимально глубокие надрезы в пластине. Позже кладем этот прорез на край стола и приложив усилие, пластина трескается на две части в нужном нам месте. В итоге мы подготовили 5 таких кусков для создания акриловой коробки. Берем резиновые печатки, чтобы не оставлять лишние отпечатки пальцев и отрезая по кусочку скотча склеиваем все части между собой. Чтобы в итоге получить нужную нам емкость. Теперь при помощи термоклея тщательно заливаем все стыки, чтобы емкость была без отверстий и вся смола не вытекла на стол. В итоге у нас получился вот такой небольшой аквариум для бургера, но для картошки фри мы сделали еще меньше. Настала очередь эпоксидной смолы. Она состоит из двух составляющих, самой прозрачной смолы и отвердителя. Их нужно отмерить в нужных и точных пропорциях, поэтому берем точные китайские весы, заливаем 50 грамм отвердителя и добавляем в два раза больше смолы. Теперь все это надо тщательно размешать, иначе смола не превратится в пластик. Кусочек медной проволоки изгибаем несколько раз и получаем вот такую насадку-мешалку для шуруповерта, который будет выполнять роль миксера. Через 5 минут перемешиваем, мы переливаем все это в чистый стакан и еще раз перемешиваем. Долго объяснять, зачем так надо сделать, но так надо сделать. Теперь заливаем на дно аквариума в тонкий слой эпоксидки, ведь когда он застынет, то загерметизирует все щели в дне емкости, плюс будет своеобразным возвышением, на который мы поставим бургер. И тут в маленьком контейнере образовалась течь. Видимо, плохо проклеили, но быстренько исправляем ошибку. На следующий день смола затвердела, и мы выкладываем наш бургер на свое место. Он без труда поместился, и еще осталось место для смолы. Замешиваем еще одну порцию, но опять небольшого объема. Это для того, чтобы залить сверху бургер. Эта корка затвердела и приклеила бургер к одной емкости, чтобы он не всплыл во время окончательной заливки. Делаем то же самое с картошкой и оставляем на ночь. Утром смола затвердела, и кажется, бургер таки держится дна аквариума. Кстати, у нас осталось немного лишней смолы в стакане, и за ночь с ней произошло вот это. Стакан покрутило непонятно какой магией, и я уже переживаю, чтобы такое же не произошло и с нашим бургером. Теперь нам нужно замешать уже полулитровый стакан эпоксидной смолы, и так как наш маленький венчик уже не справляется, делаем из деревянной палочки стяжек вот такой подольше. Хорошенько замешиваем, пытаясь избежать образования мелких пузырьков, и наконец-то заливаем наш бургер. Процесс это очень интересный и залипательный. Нужно лить медленно, чтобы смола вошла во все щели, и как можно меньше воздуха осталось внутри бургера. Ведь именно там могут развиваться бактерии или плесень. Немножко соуса вылетело с бургера, но мы подбираем его салфеткой, чтобы он не мешал обзору. Так-то лучше. Но когда мы залили бургер до конца, то через несколько минут случилась неприятность. Верхняя булка бургера оторвалась и всплыла вверх, и получилось, что наш бургер будто открыл рот. С одной стороны это хорошо, ведь внутрь слоев хорошенько затекла смола, но с другой стороны это немного необычно. Получается летающая булка. Мы немного утопили его обратно и прижали крышкой с грузом. Но на этом проблемы не закончились. Смола от химической реакции начала сильно нагреваться, и некоторые части бургера начинали будто закипать, выделяя пузыри. Не знаю, что с этого получится, но что будет, то будет. Заливаем картошку фри и оставляем все на два дня. Остатки смолы мы решили использовать для обволакивания смолой вот такой клубнички, чтобы вокруг нее образовалась будто сахарная карамель. Интересно, что с ней будет происходить внутри такого скафандра. Расправляем листочки и также оставляем на столе, пока смола не застынет. Спустя два дня настало время снимать пластины с нашего заключенного бургера. Отрывались они достаточно тяжело, но, как мы и ожидали, стенки затвердевшей смолы оказались ровными. Почищаем края и получаем вот такой кирпичик с заключенным в герметичной среде бургером. Только посмотрите, как круто получилось. Бургер будто бросили в кипящую воду, и этот момент заморозился в таком виде. Специально такого эффекта, наверное, добиться было бы сложно. Картошка фри, в отличие от бургера, плотно закрепилась на дне и никуда не всплывала. Итак, эксперимент начался. Бургер заключен в прозрачном пластиковом кирпиче, и что с ним будет через год, не знает никто. Но потом мы разрежем все это и попробуем. Возможно, там начнут развиваться бактерии, и за столько времени съедят всю булку и котлету. А может, его окутает черная плесень? Напишите в комментариях свой прогноз, и потом посмотрим, кто был прав.